4 сентября в актовом зале городской администрации прошло аппаратное совещание под представительством главы города Хасаюр Зайнудина Акмазова. На совещании присутствовали заместители главы администрации, начальники отделов и ведомств, сотрудники коммунального блока, а также представители правоохранительных органов и средств массовой информации. На повестке дня были услышаны отчеты о проделанной работе муниципально-казенного учреждения хореографического ансамбля «Эхогор» за 2017 и начало первого полугодия 2018 года. Дауд Гасанов, руководитель ансамбля «Эхогор», выступил с докладом о проделанных работах. За 2017 год коллектив ансамбля выполнил намеченным планом работу программы. Кроме того, в течение года была проведена дополнительная работа. Во-первых, это открытие двух новых детских студий при ансамбле. Во-вторых, восстановление взрослого вокального ансамбля. В-третьих, это возрождение оркестра народных историй. За 2017 год при ансамбле стали функционировать детская хореографическая студия, юношеская хореографическая студия, студия обучения игры на национальном барабане детская, вокальный ансамбль, оркестр народных инструментов и, конечно, основной состав хореографического ансамбля. Ансамбль «Эхогор» зарекомендовал себя и на республиканском уровне, чему свидетельствует активное участие коллектива на многих мероприятиях республиканского масштаба, организованный Министерством культуры Республики Дагестан, Домом народного творчества Республики Дагестан. Особо хочется отметить следующее мероприятие, которое прошло в 2017 году. Это открытие Зонального фестиваля национальных культур России «Родина моя», открытие Международного фестиваля народного творчества «Каспия Берега-Дружба», фестиваль «Кавказь. Единая семья», участие в фестивале «Ксамаури», участие в мероприятии «День города», посвященном 160-летию города Махачкалы, участие в форуме в фестивале Центров традиционной культуры «Мой Дагестан, моя Россия», посвященном 2000-летию Дербента. Ежегодное участие в таких масштабных мероприятиях наряду с другими коллективами является для ансамбля мастер-классом по сохранению и развитию самоводной национальной культуры народного Дагестана. С 2013 года ансамбль при поддержке Республиканского дома Народного творчества Министерства культуры Республики Дагестан имел возможность представлять культуру многонационального Дагестана на международном уровне. За плечами коллектива участие в международных фестивалях народного творчества, которые проходили в Турции, Франции, Венгрии, Бельгии, Италии. Этот год не исключение, это была Испания и Португалия. Коллектив «Ансамбль» принял участие в концерте, посвященном празднованию Дней Дагестана и Дербента, который проходил в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже в 2015 году. Это празднование Дня Великой Победы, Дня Учителя, День Медицинского Работника. Конечно, это открытие межконтинентального турнира по вольной борьбе. Организация проведения в 2017 году, встречи нового в 2018 году и множество других мероприятий. Выступая перед аппаратом мэрии, начальник отдела физической культуры и спорта Магомед Али Газимагомедов подчеркнул неоценимый вклад работы ансамбля в помощи проведения церемонии открытия спортивных мероприятий. Этот ансамбль мало того, что прославляет Хасайот, Дагестан, он каждую неделю выступает на наших спортивных мероприятиях. Министерство спорта наше обычно постоянно, все соревнования, 80% соревнований, которые проходят в Дагестане, проходят в городе Хасайот. И этот ансамбль прославляет город наш и все отсюда уезжающие спортсмены со всего, со всех краев благодарят нас за их выступление. Спасибо ансамблю Эхогор. По всем затронутым вопросам были выданы соответствующие поручения и рекомендации. Курбан Гериханов, Самадгакайев, информационная программа «Пульс». Продолжение следует...